Итак, мы продолжаем эфир телеканала Фрида. Медали больше об итогах уходящего года и о том, что может ждать россиян в 2023 году. Об этом будем говорить с российским политическим аналитиком Ольга Курносова в нашем эфире. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, хотелось бы поговорить о том, что, как вам кажется, может быть на душе, на сердце у большинства россиян. Я могу сказать о нас, об украинцах. Вы знаете, мы, это очень страшный, самый страшный, наверное, год в нашей жизни, но мы как-то мысленно его ускоряем. Действительно, он очень быстро пролетел, мы каждый день просыпаемся, мы смотрим в календарь, смотрим с надеждой, читаем новости. И нас всех держит вера, вера в нашу неизменную победу. А что, как вам кажется, вот на душе и в сердце у россиян? Вот как они этот год прошли? Как они его прожили? Россияне разделились очень сильно. И, собственно, для многих россиян это тоже самый страшный год в их жизни. Причем это касается как людей, которые застали в своей жизни Вторую мировую войну и которые никак не ожидали, что на склоне лет они вдруг увидят все эти кошмары, бомбардировки, обстрелы погибших детей снова в своей жизни. И они это увидят. Причем это будет не какой-то там враг это делать, а та страна, в которой они росли и жили. И вот это понимание, что ты являешься гражданином страны преступника, к стране агрессора, это, наверное, самое страшное, что может произойти с человеком. И те россияне, которые это понимают, для них это был самый страшный год. И что самое ужасное, мы совершенно не знаем и не можем предположить, когда это все закончится. Мы понимаем, что чем быстрее Путина не будет, тем быстрее у России появятся шансы. Но мы не знаем, когда это произойдет. Но есть вторая часть россиян, те, которые смотрят телевизор, которые верят в то, что там говорится. А что думают они, я не знаю, но мне кажется, с каждым днем они становятся все менее похожими на людей. Они все больше ввергаются в эту пучину, я даже не знаю, мне кажется, какого-то ада, который изрыгается из уст Соловьева и же с ними. Есть третья часть. Насколько она большая, я не знаю. Это те люди, которые все понимают и которые ждут, когда ситуация изменится. Вот эти третьи, я вас уверяю, они будут громче всех говорить, что они никогда ничего не поддерживали. Они всегда были против. А сейчас они просто делают вид, что их это не касается. И вот эта третья часть, мне кажется, самая страшная. И для них на том свете будут заготовлены самые горячие котлы. Да. Ну, в целом, действительно, уровень тревоги в российском обществе зашкаливает. Об этом говорят и социологи. И такого уровня тревоги не было уже лет 20 в России, если точно последний раз на рубеже 2000-х. Когда были взрывы на Каширском шоссе, когда трагедия с Курском случилась, когда были две чеченские компании. Левада-центр недавно провел свое исследование. И большинство, 53% россиян действительно признают, что этот год сложный. Он сложнее предыдущего. А для государства, для России в целом это совсем сложный год. 76% россиян высказали вот такую вот позицию. Но вы знаете, что лично меня поражает, это все-таки, я не знаю, как сказать, некая дремучесть россиян. Вот в начале войны поражали эти перехваты, когда мы поним женщины своим мужчинам, которые пошли в Украину, там где-то в Буча, в Верпене, потом под Харьковом говорили, иди убивай, иди насилуй, или там привези мне подарки. Вот сейчас последний перехват, который поражает, когда муж звонит жене, говорит, что нас бросили просто как пушечное мясо в горячую точку, нас не одели, нам не дали оружия. А та ему говорит, послушай, давай я сейчас напишу письмо Путину. Он разберется, я слышала, он за три дня вот все может решить. Он ей говорит, господи, не делай этого. Ребята написали и их увезли в неизвестном направлении. Вот это поражает, что люди, которые попали на фронт, россияне, они уже видят правду. Они понимают, что ни за что просто умирают. А там родные, казалось бы, не верят. И они верят в какого-то царя-батюшку, который вот сейчас с рощерком пера лишит все проблемы. Это вообще куда-то денется когда-то? Ну, наверное, когда-нибудь это куда-то денется. А помните в начале войны, когда те семьи, у которых были родственники в Украине, когда родные люди, дети, например, звонили своим родителям и говорят, наш город бомбят. Да нет, но это не может быть. Это у тебя такая пропаганда. Да, да. Да, и вот это все то же самое. Куда это денется? Ну, когда они столкнутся с этим сами лицом к лицу. Когда, и если вернутся их родные домой, и им все это расскажут. На самом деле мы понимаем, что долгие годы придется плоды вот этой пропаганды, этой промывания мозгов, долгие годы с этим придется разбираться. И это примерно похоже на то, что проходила Германия после нацизма. Да, вот эту депутинизацию, которая практически равна деноцификации, конечно, России придется проходить. И мы знаем, что Гитлеру относились хорошо в Германии еще достаточно долго. Я надеюсь, что сейчас все-таки другое время, и оно течет быстрее. И России понадобится меньше десяти лет для того, чтобы вот эти плоды, эти ядовитые плоды современной российской пропаганды, чтобы они как-то уже рассосались, и мозг вернулся в головы россиян. Потому что иногда, мне кажется, знаете, есть такая амеба, которая, если выпадает человеку, она просто съедает его мозг. Вот эта кремлевская пропаганда и есть эта амеба, которая съедает у россиян мозг. Да, потому что, наверное, сейчас тоже некий уникальный шанс есть у России, у граждан через эту кровь, через эту страшную пропаганду. Ведь если это все пройти и преодолеть, можно, не знаю, какое-то очищение может случиться. Можно получить шанс на какие-то перемены, можно получить шанс на участие в этих переменах. Но ведь об этом же нужно, и наверняка кто-то это понимает и думает. Но этих людей пока не так много. Ну, мы не знаем, сколько этих людей на самом деле. Потому что по-прежнему в российских городах появляются антивоенные граффити. Это означает о том, что эти люди есть. По-прежнему люди ходят на спектакли, в которых играет Лея Хиджакова. Ой, господи, а как сейчас, какую травлю на Лея Хиджакова устроили? Даже депутаты там какие-то пугают ее. Вот эта заданутая публика, которая просто орет, кричит. Почему до сих пор не отменяют ее спектакли? Но, слава богу, пока они еще есть и люди на них ходят. Поэтому я точно знаю, что нормальные люди в России остались. Но им сейчас безумно тяжело. Во-первых, ты боишься разговаривать с людьми, потому что можно разговаривать только с теми, кого ты давно знаешь. Количество доносов, которые сейчас пишут, зашкаливает. И мне кажется, оно уже приближается к тому, что было в 1937 году, когда строчили доносы со скоростью пишущей машинки. И, по большому счету, ведь мы сейчас расхлебываем результаты того, что у нас не произошло общенациональное покаяние. Мы не осознали, не отрефлексировали того, что случилось с страной в страшные годы. В страшные годы гражданской войны, в страшные годы голодомора, который был не только в Украине, он был во всех тех областях, где было много зажиточных крестьян и где хорошо выращивали хлеб. Это было и в Поволжье, и в Воронежской области, и в Тамбовской. Вспомните Тамбовское восстание. В 1930-е годы, 1937-е, то, что происходило после войны. Вот все эти страшные годы, все эти огромное количество людей, которые погибли в эти годы, мы не отрефлексировали, мы не сформулировали, мы не признали КПСС преступной организацией. И вот то, что сейчас происходит, это результат этого. Это вот этот совершенно дикий ренессанс имперской идеи, еще в более какой-то дикой форме, чем это было в Советском Союзе. И вот эта вся ностальгия по Советскому Союзу, она вот выстрелила таким образом. И россияне, которые могли, если бы они все это дело, все покаяние национальное произошло, они могли от этого избавиться. К сожалению, они от этого не избавились. И поэтому вот это избавление, как вы правильно говорите, сможет произойти сейчас, но гораздо через более тяжелые испытания, через кровь. К сожалению, не только через нашу кровь, но и через кровь украинцев. Да, но мы-то этой кровью платим за свободу, а россияне пока расплачиваются за свою несвободу. Скажите, но все-таки, не знаю, мне сложно представить, что человек способен, современный человек, живущий в 21 веке, который привык к каким-то вещам, которые свойственны разумному человеку в 21 веке, к некой свободе, он готов от этого отказаться. И на фоне всех этих неутешительных прогнозов касательно российской экономики в следующем году, тотального обмана, когда те, кто там правдой-неправдой попал на фронт, не получает там обещанных выплат, обмундирования, не получает оружия, не понимает целей этой страшной войны, которых расстреливают там за то, что они отказываются воевать, или их отправляют куда-то за решетку. Новая волна мобилизации, которую Кремль скрывает, и вот мы знаем, даже федеральным каналам запрещено об этом говорить. Неужели сметающий все народный гнев, российский народный гнев, он не может показать свою силу? Неужели крестьяне не могут взбунтоваться против царя, не знаю, весной следующего года, когда жертв будет еще больше, когда еще больше будет правды? Такое может случиться, какой-то российский Майдан? Вы помните, куда бежали крестьяне в стародавние времена? Они бежали в две стороны. Одни бежали в Сибирь, туда, куда они могли достать власти, а другие бежали за Дон, потому что из-за Дона выдачи нет. К сожалению, вот этот выбор, который вы совершенно правильно говорите, как люди могут выбирать не свободу, у тех, кто выбирает не свободу, этого выбора нет. Они вообще не знают, как живет Европа, они не знают, как живет мир. Они никогда нигде не были, и им кажется, что вот этот деревянный домик на улице с дыркой в полу, и это и есть вот эта нормальная человеческая жизнь. Именно поэтому с такой ненавистью они смотрят на украинские унитазы в каком-нибудь селе, на асфальтированной дороге, которых в России нет в селах, потому что они не понимают, как это можно нормально жить. Они не знают, что такое жить в 21 веке. Те люди, которые живут в 21 веке, конечно же, выбирают свободу. Поэтому столько людей убежало. Другое дело, что если бы они понимали, что их так много, то, наверное, вместо того, чтобы бежать, они бы сразу 25 февраля вышли на улицы. Их было бы там не 2000 человек, а 100 тысяч человек сразу 25 февраля. И, конечно, история пошла бы по-другому. Но пропаганде удалось убедить россиян, что противников войны в стране мало на самом деле. Их там, по крайней мере, почти половина. А среди молодежи большинство. Причем с первых дней войны против войны было большинство молодежи. В конце концов, конечно, они все знают всю информацию, они прекрасно понимают, что первые, кто будет использован как кушечное мясо, это они. Поэтому вопрос, самый главный вопрос, это действительно, когда люди, наконец, поймут, что их жизнь в их собственных руках. Никто другой не даст свободу, кроме их самих. Но для этого должен, наконец, произойти раскол элит тоже. И те 80% чиновников, которые сегодня понимают, что то, что сейчас происходит, это абсолютный тупик, это пропасть, с которой Россия падает, тоже должны сделать свой выбор. Пускай они гласны, пускай пока начинают помогать оппозиции из-под полы. Но выбор надо делать. И только сначала раскол и параллельно понимание людей, происходящих, действительно могут привести к переменам. И я уверена, что они будут. Ну, наверное, те, кто и планирует географию мобилизации, он понимает, что лучше крупные города не трогать пока. Города, где люди бывали за границей, которые понимают, как живет Европа, которые понимают, что такое свобода, вот их лучше пока не трогать. А все-таки какие-то эти глубинки, окраины, там сначала нужно, так сказать, исчерпать весь человеческий ресурс, а потом, может быть, и доберутся до Питера и Москвы. Кстати, вы знаете, не помню на каком канале, был интересный прямой эфир в российском телевидении. И там женщина позвонила в студию, россиянка, и возмущенно говорит, мол, а почему забирает наших российских парней? Вы видели этот эфир. Ведь мы поэтому и гибнем, поэтому парни и гибнут, они не умеют воевать по своей природе. Берите вот из Кавказа. Они все такие, мол, звери готовы убивать и не задумываются. Скажите, ведь это очень тревожный звонок. Это может положить начало каким-то внутринациональным серьезным конфликтам не раз прям внутри России. Ну, так а что они хотят? Если они разжигают ненависть к украинцам, они думают, что это остановится на украинцах? Как только ты начинаешь разжигать в людях национализм, он даже не национализм уже, а нацизм. Потому что то, что сегодня россияне говорят об украинцах, это уже никаким национализмом не назовешь. Это самый, что есть, неприкрытый нацизм в чистом виде, который где-то глубоко дремал, и вот он проснулся. Соответственно, он будет перекидываться и на другие нации, потому что это тот зверь, которого лучше не будить, что называется. Но вот вы говорили о мобилизации. На самом деле, во-первых, потенциал маленьких сел и маленьких городов во многом уже исчерпан. Так что ничего не остается, как грести, в том числе и в Москве, и в Петербурге, и в городах-миллионниках. Понятное дело, что там люди лучше умеют прятаться, но все равно туда приходят. И в этом смысле те, кто планирует мобилизацию, во-первых, они вовсе, слава богу, не такие умные, как вы сейчас про них сказали. Тут им главное, так сказать, галочку поставить и план выполнить. И, соответственно, результаты могут быть самыми неожиданными для Кремля. Вы знаете, говоря о Кремле, видел я вот эти последние кадры. Конечно же, саммит СНГ, это я прошу, давайте отдельно посмакуем и обсудим с этими кольцами. Но перед тем была встреча в Кремле, где Путин награждал военных преступников, будет правильно говорить, где пропагандисты, в частности Симоньян, выслуживалась перед Путином и говорила какие-то ему мерзкие комплименты. Путин с этим шампанским, и на этом фоне тотальная изоляция России, засилие какого-то страха, везде эта страшная Z-символика. Ведь задача была якобы изначально демилитаризовать Украину, а посмотрите, как сама Россия милитаризовалась. Даже в школах детей заставляют маршировать, бросать гранаты, все в этой страшной символике Z, везде война, 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 нападают, убивая, она повсюду, на елках сейчас, на концертах, она просто, мне кажется, в головах уже выбита с малых лет у многих россиян, у тех родителей, которые позволили, чтобы их детей пичкали вот этим милитаризмом. Ведь это же страшно, ведь они же вырастут, что это будет? — Абсолютно, абсолютно. И удивительно, что в этом смысле современная Россия гораздо хуже, чем был Советский Союз. Потому что Советский Союз, особенно уже в брежневские, постбрежневские времена, это все-таки была страна, которая подписала Хельсинский пакт, и которая подписывала договоры о разоружении, об ограничении ядерного вооружения. И, собственно, понятно, почему. Потому что и Брежнев прошел войну, и другие лидеры страны воевали. Поэтому они понимали, что война — это самое страшное, что может быть на свете вообще в принципе. Любой человек, который воевал, не может хотеть войны. Это невозможно в принципе. Поэтому, конечно, современные вот эти российские руководители, Путин и вся его комария, они гораздо хуже, чем те, кто руководил Советским Союзом. И при всем, казалось бы, советском милитаризме, он был все-таки скорее нацелен на какую-то, я не скажу, защиту, но все-таки это, так сказать, оказание медицинской помощи. Вот я в школе не помню, чтобы мы собирали автомат, может быть, мальчики собирали, а мы учились бинтовать различные раны. Вот это мы учились. Поэтому то, что есть сейчас, это просто невозможно сравнить. Ну а, конечно, вы совершенно правы, вина на этом лежит на родителях, потому что если родители против, то они в состоянии своего ребенка от этого изолировать. Но, надо сказать, я все-таки верю в детей, и, соответственно, я понимаю, что интернет будет на них влиять гораздо больше, чем вся школа и родители вместе взятые. Поэтому, что называется, смотрим тренды ТикТока и других сетей, в которых сидят молодые люди, сидят школьники, мы поймем, на самом деле, как они настроены и во что они будут верить в ближайшее время. Ну да, главное, чтобы интернет не отключили, тогда будут смотреть. И тут, конечно, еще надежда на педагогов. Мы знаем, что есть эти героические люди, педагоги, которые для галочки якобы проводят вот эти уроки, а важно, на самом деле, просто с детьми разговаривают или позволяют им заниматься чем-то другим, саботируют другими словами, и спасибо, это вселяет некую надежду. Вы сказали о комарилье в окружении вокруг Путина. Кто потенциально там может сдать Путина? Ведь это на самом деле сейчас очень выгодно, свалить все вот на него. Это он все придумал, он развязал, у него руки в крови, он отдал все приказы. Убрать его и, не знаю, договариваться о чем-то с Западом. Как вы думаете, такой человек есть в окружении? Я думаю, что такой человек есть и не один. Лучше я назову тех, кто Путина не сдаст, как мне кажется. Это Ковальчуки, в первую очередь Юрий Ковальчук, Сечин и, конечно же, Медведев. Вот он сам-то без Путина ничего из себя не представляет. Поэтому он будет за него держаться до последнего. А все остальные, мне кажется, если у них появится такая возможность, конечно же, Путина сдадут. И я надеюсь, что и Запад тоже не хуже меня понимает это и какие-то тайные переговоры ведет для того, чтобы открылось это окно возможностей и можно было все-таки от Путина избавиться. Кстати говоря, я не исключаю, что в тот момент, когда Путин наконец поймет, что война проиграна, он может наконец все-таки это понять. Он сам захочет уйти, чтобы спихнуть поражение на своего преемника. И это тоже откроет окно возможностей. Да, но в таком случае это провал российской оппозиции. Тогда, по сути, те же, кто и был на манеже, просто поменяют маски, переобуются, как говорится, сейчас. И вот буду дальше править. Это будет лишь транзит. Как мы помним, после Сталина был небольшой период, когда шла борьба за власть, а потом уже пришел Хрущев, но им Хрущеву потом подвинули. Поэтому это будет небольшой переходный период, который, если мы говорим об относительно бескровной смене власти, то, конечно же, нужно будет задействовать какую-то часть сегодняшней бюрократической элиты. Без этого бескровной смены власти не произойдет. Почему я говорю про бескровную? Потому что если сейчас столько крови льет Россия в Украине, то кровавая смена власти может потоки крови увеличить не только внутри России, но и вовне тоже. Поэтому лучше все-таки, конечно, какой-то сценарий, при котором удастся убрать Путина с минимально вооруженными событиями. А он сам, как вы думаете, вот этот вариант, ну и в ковчег, он его действительно обдумывает? Куда-нибудь уплыть и всплыть в Латинской Америке или, не знаю, в Северной Корее где-то? Такой вариант прорабатывается? Почему нет? По большому счету в Латинской Америке у них хорошее отношение. Не случайно. Как мы помним, Путин поздравил президента Аргентины с победой его сборной по футболу. Что-то он давно никого не поздравлял, а про Аргентину не забыл. Поэтому я думаю, что Латинская Америка это такое действительно ковчег, про которое они думают. Скажите, ну, и теперь возвращаясь к этому питерскому саммиту неформальному главу СНГ, вот эти все подарки, эти кольца, которые он, колечки дорогие, которые подарил президентам стран, он действительно думает, что, не знаю, некий властелин колец, способный повелевать народами? Может, он просто с ума сошел, скажите? Учитывая возраст, не знаю. Может, ему в палату к Наполеонам и все. Кстати, хороший выход, надо сказать. Мне кажется, что это просто, знаете, такой саботаж, причем не тихий уже, а громкий саботаж, тех, кто организовал изготовление этих самых колец. Потому что, мне кажется, кроме гомерического хохота эти кольца ничего вызывать не могут. Поэтому, мне кажется, вот это, знаете, когда люди из окружения кричат, мы здесь, мы тоже против, не забудьте, что мы тут тоже были всегда против. Или даже больше того, кричат, СОС, нас тут заперли, помогите нам выйти. Вот, мне кажется... Патролили Путина, да, и вот такой вот знак всему миру надели на пальцы и Путину, и Лукашенко, которые единственные, кто примерил. Ну, а тут-то ничего удивительного. Собственно, Лукашенко не хочет, чтобы его армия вступала в войну. Поэтому уже, так сказать, Путина отстань. Вот, твое кольцо одел, и больше ничего от меня не проси. То есть, это единственное, на что он способен, Лукашенко. Абсолютно. И все-таки, если уже говорим о Лукашенко, я не знаю, на чем он основывает свои прогнозы, но он как-то тоже вот не так давно сказал в канун Нового года, что следующий год будет очень радостным, очень счастливым, очень хорошим для всех нас. Не знаю, о чем он. Вам как кажется? Каким будет следующий год? Если Лукашенко говорит, что он будет счастливым, это значит, он надеется, что Путина в следующем году с нами уже не будет. И я думаю, что это будет ровно тот день, который Лукашенко будет праздновать, потому что он прекрасно понимает, что он таким образом избавится от вот этого удушающего, удушающих объятий России практически навсегда, потому что после Путина всем будет не до Лукашенко, проблем будет других достаточно и Лукашенко. Причем не только в России всем будет не до Лукашенко, в мире всем будет не до Лукашенко, в Европе всем будет не до Лукашенко. И он еще, и он прекрасно досидит и более того. Я думаю, что под сурдинку событий в России он даже может поменять себя на кореньку, и всем будет просто не до того, чтобы этим заниматься. Ну, у белорусской оппозиции другие планы. Это понятно, это понятно. Но, собственно, важно же, чтобы не только белорусская оппозиция, но и как-то другие страны тоже немножко в этом, ну, не то чтобы поучаствовали, но хотя бы к этому привлекали всеобщее внимание. Да, если будут происходить события в России, то, правда, основное внимание мира будет приковано именно к ним. И тут, по крайней мере, на это мне кажется. И надеется Лукашенко. Да, первоочередно все события это на украинском фронте. Победа наша, и затем, я думаю, мы будем наблюдать действительно некие необратимые процессы, перемены и в России, и в Беларуси. Ведь так? Или параллельно. Или параллельно. Да, то есть, поэтому я надеюсь на то, что это последний год президентства Путина. И я надеюсь, что до победы Украины остается совсем немного. Да. Мы все в это верим. Спасибо, Ольга Владимировна. Спасибо за ваши мысли. Ольга Курносова была в нашем эфире, российский политический аналитик. Всего доброго. До свидания.